а добрый день дорогие друзья в эфире программа политинформания сегодня в чикаго сейчас 308 хорошая погода у нас сегодня стоит на улице не жарко и не холодно именно такая летняя замечательная погода сегодняшняя тема для нашей беседы для наших споров можно ли оскорблять имеете право средства массовой информации и вообще частные лица оскорблять политических лидеров будем так говорить почему я это говорю больше месяца назад произошел большой скандал журналист телеканала руставели 2 георгий габуния в прямом эфире очень против выступил в отношении владимира путина некрасиво оскорбительно и я не буду конечно повторять все то что он сказал но даже как это для любого нормального человека то что он сказал это является ну действительно хамством большей степени хамством чем какой-то определенной критикой и я понимаю георгия габуния в плане его отношения личного отношения к владимиру путину нам для нас это я думаю не удивительно потому что если посмотреть голливуд то то что они говорят в отношении дональда трампа это тоже ничем другим как хамством не назовешь разразился большой скандал практически все стороны как либеральная так и ну естественно консервативные и те кто поддерживает путина стали на сторону президента что неудивительно но интересная вещь они забыли о том особенно пропагандисты путинские пропагандисты забыли о том что лично они говорили в отношении других президентов других государств и так на наш телефон 847 400 500 ведущие сегодняшний как обычно программа геннадий брумер и эдуард брумер и как говорится слушайте нас но на самой народной волне города чикаго смотрите нас на канале youtube под вывеской самой народной волны оставляйте а виседа оставляйте свои комментарии предложения мы всегда этому рады ставьте пожалуйста лайки да кстати если у вас спасибо ген если у вас есть предложение по поводу какой-то темы пожалуйста мы вас мы вас выслушаем и может быть мы эту тему в передаче подыми можете написать и мы постараемся прислушаться ген перед тем как мы начнем принимать звонки у меня к тебе такой вопрос а если можно ли президенту до журналист или обычный человек в прямом эфире или допустим газете сказать ты дурак я считаю что вообще сказать в прямом эфире нормальный блюем ту дурак это без культуре это может быть в кино под какой-то теме это может быть даже в театре это может быть в курилке между друзьями на кухне на кухне да это может быть но это не оскорбить в принципе это не оскорбить в регион а я извиняюсь я перебиваю критиковать президента можно и нужно про обязательно обязательно и любого президента американского российского и израильского премьер-министра надо обсуждать критиковать жестко можно но обязательно надо выбирать правильные слова их еще часто называют дипломатичным тоном вот но унижать и оскорблять человеческое достоинство кто бы и не был одни позволительной никому а можно ли допустим родственников этого человека значит вот в этот как бы круг пускай да и тоже заниматься оскорблением членов его семьи или памяти членов семью это говорим понимаешь это же простой очень вопрос это же можно и к себе отнести его правильно поэтому естественно это без культуре то что творится в отношении самого президента трампа и его семьи это для нас мне кажется это очень неприятно то есть мы же считаем себя развитым обществом нормальными культурными людьми мы гордимся тем что мы живем в америке ну то что мы слушай слышим и слушаем иногда от либеральной общественности прогрессивная общественность как они себя называют особенно из голливуда из сми о семье трампа и в самом президенте это непозволительно и я бы сказал дипломатично это глупо это просто глупо давай мы узнаем мнение наших радиослушателей еще раз напоминаю наш телефон восемьсот сорок семь четыре два нуля пять два два нуля наша тема из давайте будем стараться следовать теме сегодняшней передачи будем культурными людьми до покажем себя людьми интеллигентными даже если как говорится хочется сказать какие-то крепкие слова итак тема сегодняшней передачи могут ли средства и массовой информации журналисты пропагандисты прямом эфире оскорблять политических деятелей да ну вот смотрите я за заметил бы такую вещь вот на полите пропагандистских каналах российских во время выборов президента россии многие пропагандисты госпожа спайк скобеева которые можно назвать и по-другому мы между собой и называем а а она не говорила плохих слов о бывшем президенте порошенко но она говорила это унизительно она грива петро ты миши до россии или украина украинские выгода по-то россии но на российских каналах пропагандистки когда говорили о предвыборной кампании у президента аналины украины да она думала петру или петя можно ли так обращаться к президенту любой страны но вы слушаем говорите пожалуйста здравствуйте ну я вам скажу конечно обращаться к президенту по имени это это просто я не знаю как назвать это не во первых некрасиво это фамильярный это недопустимо без куда согласно но возьмем например голливуд я считаю что в голливуде пятьдесят процентов трэш красиво одетая с деньгами так что от них можно услышать все что вы хотите это второе третье оскорблять конечно но не красиво но если мы возьмем товарища господина бен сандерса он действительно ненормальный и это правда его можно назвать как хочешь это просто идиот нет дальше насчет президентов да насчет президентов я сто процентов согласна оскорблять это просто некрасиво вы можете высказать свое мнение я согласна вы можете как-то колко поддеть его но оскорбить вот таким некрасивым словом конечно это нехорошо особенно в америке любого президента оскорблять его посмотрите как себя демократы ведут они что не оскорбляют а скажите а любого президента им все возможно вопрос такой ну конечно я против оскорбления но мы хотели бы поговорить о чем-то более серьезном спасибо до свидания спасибо спасибо звонков пока нету да а лишь люди говорят о серьезном оказывается эта тема не совсем серьезно хотя я считаю что эта тема касается каждого и эта тема довольно серьезно во-первых это серьезная тема во-вторых она очень актуальна учитывая то что сегодня происходит в средствах массовой информации везде по отношению к президентам стран это просто неприемлемо поэтому одно дело критика другое дело оскорбление при всем при том что ты можешь быть этого президента не любишь и может даже где-то ненавидишь но если ты журналист если ты сам по себе публичная персона да и высказываешь свое мнение вот допустим роберт де ниро пару раз высказал в отношении трампа просто вещи непозволительные это то что великолепный актер никто не с этим не будет спорить но он себя показал как человек абсолютно хомовиты и невоспитан это при том что я могу таскать куришь я бы просто заплатил бы деньги если бы как говорится сняли перчатки и дали де ниро поговорить с трампом напрямую и я думаю что де ниро не был бы такой я думаю там что там но много личного там много личного ну личное само собой но я имею ввиду что трамп очень серьезно может дать ответ поэтому конечно когда де ниро говорит в пустую камеру это одно а когда де ниро начинает спорить лично это был бы другой эффект но вот у нас есть уже все линии горят мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день здравствуйте я согласна с вами полностью что конечно президент это во первых выборная должность во вторых это человек который выполняет как бы ну у него много обязанностей это лицо любого государства и понятное дело что оскорблять его и как-то особенно людям которые живут в этой стране относиться без уважения к этому выборному лицу кто бы он не был это конечно очень нехорошо и я считаю что и демократы у нас в стране и журналисты они ведут себя ну просто скажите я понимаю у меня быстро ответ от вас нужен потому что у нас все деньги не горят и мы должны принять как можно больше звонков скажите а оскорблять владимира путина можно мой я как раз к этому и жила что я понимаю что оскорблять любого как бы президент это нехорошо но когда ты точно знаешь что человек ну просто бандит вор вор и бандит это оскорбление журналист может сказать путину что он дурак прямом эфире дурак я я не сказала бы что он дурак но сказать ну я беру такое слово найти как бы софт такое слово которое не среднее среднее литературное спасибо я понимаю да но я говорю как бы обозвать просто дурак или там идиот его он не идиот это сто процентов но сказать назвать его тем кем он является просто человек который грабит и который по сути дела вор я думаю что это не оскорбление спасибо спасибо звонки звонки смотри давай мы заметим да что там где власть авторитарно там достаточно на высоком уровне находится культура времен звонок генов пока мы вас слушаем пожалуйста здравствуйте у меня мысль такая возникла интернет выбил бизнес и теряет массовая массово эти писаки и которые люди пишут они теряют бизнес они в дальнейшем потеряет бизнес и вот они изгаляются кто как может для того чтобы поддержать свое и продержаться в этом бизнесе я так думаю поэтому все гадости им все равно на кого говорить то есть должен быть скандал да должен быть скандал да скандал обязательно почему потому что их не услышат то что они завтра потеряют работу по-любому спасибо спасибо пётр добрый день мы вас слушаем здравствуйте а вы знаете ребята я так думаю что когда журналист обращается к лидеру страны напавшие на его страну но я бы выбрала выражение покрыть честно то есть если бы вы были журналистом то вы выступили еще жестче чем выступил георгий габуни я думаю что да когда бомбят твои города когда гибнут твои друзья родственники я не знаю соотечественники я бы выбрал существует же какая-то этика журналистка есть какие-то политические рамки да есть какие-то же врагам родины к захватчикам родины я не признаю никакой этики вообще спасибо они это только мочить души мочи сортирах да спасибо пока значит давай я продолжу начал говорить о том что в тоталитарном обществе ты никогда не увидишь чтобы журналист или общественный деятель а напрямую как-то грубо отозвался о лидере это исключено там полное уважение и внимание вот дальше говорите мы вас слушаем пожалуйста а вы знаете она права и выступление этого журналиста я оцениваю на 5 плюс он все правильно сделал правильно сказал и на самом деле наверное действительно это можно гораздо более жесткие выражения хорошо давайте я вам быстро вопрос задам да то что вот я Аня задавал ну я я просто хочу понять ведь все-таки действительно существует журналистская этика правильно то что журналист может сказать в частной беседе выступая в какой-то программе или печатая в газете мне кажется что это как-то неправильно потому что ну как сказать а вы скажите тогда ответим тоже на вопрос с вопросом на вопрос а этика между странами существует или нет дипломатическая этика существует конечно дружественными при том странами которые жили вместе существуют эти люди вы знаете должна существовать по идее она почему-то перестала существовать дипломатический язык существует но вот смотрите да я с вами согласен в том плане что когда слушаешь российских пропагандистов в отношении Порошенко да вот в отношении Порошенко почему я говорю о журналистской этике да они говорили гадости да не хуже того что говорил георгий габуня ну на это никто не обращал внимание погодите можно вас передать пожалуйста знаете я терпеть не мог оба я его ненавидим а то что то что вытворяла русское телевидение и русская журналистика как она вымазывала этого бедного обаму для меня он не бедный конечно и для всех он не бедный она вымазывала его так что там только мата не хватало понимаете там только мата нет но мы о культуре говорим вообще понимаете вот сейчас это российское расследование которое прошло в Америке вы знаете я только в одном рад с этим расследованием что постоянно полоскают России если почитать российские СМИ постоянное полоскание Америки вы и пиндосы вы и то вы и все ну кем только они не придумают это как обозвать Америку и это это в прямом эфире это на центральном телевидении что вы хотите понимаете что по другому спасибо мы приведем другой звонок я хотел бы чтобы вы те кто звонит пожалуйста представляйте добрый день Алло здравствуйте меня зовут Николай я тоже из Нью-Йорка и я полностью поддерживаю Аню потому что действительно он враг Грузии и достучаться до него культурно невозможно единственно вот этот метод да возможно предзадуматься о том что он натворил Грузии скажите Николай ну все таки можно какие то наверное другие слова подбирать или все таки этих других слов не существует или уже не существует хорошо дайте вам минуточку я вам скажу вот то что Дениро сотворил с нашим президентом вы знаете ежедневно критикую Трампа все вокруг а только лишь все говорят о Дениро потому что Дениро это донес конкретно что он хотел сказать а вот то что люди другие все наверное туда и сюда они говорят о нем это все мимо ушей проходит а то что Дениро это сотворил это останется на веках и то же самое буду говорить об этом грузинском журналисте потому что он смело бросил вызовут Путину а вот ваш товарищ который я имею ввиду ваш собеседник который сидит с вами заднем в студии он говорит он говорит что вот диктаторских государствах типа россии и так далее нет все культурные журналисты а почему потому что там нет свободы слова там все находятся под диктатом Путина и так далее спасибо спасибо мы вас слушаем добрый день а это снова да а какой этики между странами вы говорите я не понимаю честное слово эту этику Путин нарушил первый во-первых во-вторых а какой дипломатической этики вы говорите что несет извините меня этот как министр иностранных взял россии лавров ну да они же тоже дипломаты а этот товарищ который мквд устроил смотри мне в глаза да 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 это он о чем вы говорите какая этика и какой-то там журналист но это несопоставимо вообще понимаете дело в том что в своей речи что многие кстати людей которые к Путину относится резко критической что их взбудоражило то что в этой речи он вспомнил Путина родителей что кстати по моему мнению да я вы знаете мое отношение к Путину я считаю что это не очень правильно а я думаю что это правильно может быть дети за отцов и не в ответе а вот отцы за детей они их так воспитали ну это спасибо я говорил на настоящем русском языке да наверное спасибо спасибо говорите мы слушаем да я знаю вот журналисты советские во время второй мировой войны очень плохо отзывались о гитлере и вот союзниках ну так принято было еще я хочу сказать вот байден и сэндерс их ругают вы слышите меня да да конечно конечно их ругают вот смеются понимаете люди достигли такого возраста Леонид Ильич в их годы уже был два года как у кремовской спины лежал и слава богу что они еще что-то могут сказать другое было что ничего такого толкового не говорят но простите я понял быстрый вопрос на который вы очень быстро отвечаете а можно ли сказать журналисту путину в лицо что он дурак с экрана или допустим в газете в лицо некрасиво в газете это некрасиво и в газете тоже даже если оно так некрасиво сказать спасибо спасибо Гена ну 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 большинство просто склоняется к тому ну все правильно ты мне скажи ты мне скажи тогда чтобы мы не то вот то что люди поддерживают георгия габуния да в этом больше обиды в этом больше как бы чисто такой как сказать ненависть к определенному человеку или что-то другое во-первых георгия габуния его язык очень близок и понятен большинству людей живущих когда-то живших в советском союзе живущих сейчас он понятен а второе естественно большинство людей этот язык воспринимают как а вот этот вот сам разговор воспринимать как протест против того что российская власть за которую отвечает естественно путин делает в грузе а может он хотел просто скандал определен нет 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 я думаю это эмоции нормального мужчины которые ну мы чтобы в армии были мы знаем на какой язык даже все национальности изучают какой очень быстро вот поэтому да это эмоции это его протест есть звонок пока нету а давай мы тогда уйдем на рекламу потом продолжим мы возвращаемся в программу политинформания наш телефон 800 47 4 2 0 5 2 2 0 смотрите нас пожалуйста на ютубе народная волна nvc и звоните пожалуйста ставьте лайки да есть уже звонок значит сегодняшняя тема для того что мы когда мы примем звонок я еще раз напоминаю а можно ли прямом эфире допустим телевидение радио или валительно ли я позволительно или в газетах оскорблять лидеров страны вообще политических лидеров то есть на завод мы говорили про георгия габуня и его значит спич в отношении владимира путина звонков пока нету тогда мы продолжим да ген мы обсуждаем как бы живых лидеров да то есть тех это а вот такой вопрос если скорректировать в программе у у любимцы наших радиослушателей у некоторых радиослушателей владимира соловьева постоянно идет оскорбление егор гайдара то есть при любом случае либо сам соловьев либо и вот так называемые эксперты стараются как бы отдельники sky да будем говорить культурные эксперты так называемые они стараются всегда вспомнить егор гайдара и рассказать какие-то такие вот слова которые бы нарушали память это человек ты читаешь это нормально понимаешь это опять же в том о чем я говорил это очень в русской традиции унижать и оскорблять того кто не может ответить обрати внимание никто не скажет и не оскорбит в прямом эфире того же жириновского потому что жириновский может очень сильно сам оскорбить и сам ответить и это я и все тому подобное но они очень любят унижать того кто действительно не может ответить в силу того что его просто нету на этом свете потому что не надо нарываться на какие-то суды на иски часто родственники уже не живут в россии поэтому да да но особенно персонаж которого ты употребил я не буду его называть имя следуя логике владимира путина вот он любит да вот он любит значит унижать и оскорблять и кстати он это делает и по отношению тем кто и живет посмотришь что он говорит о чубайсе который может за себя постоять он неоднозначная личность чубайс но в принципе опять же чубайс ему не отвечает практически никогда вот поэтому да он позволяет себе когда-нибудь и в его сторону будут так говорить об этом уже пишет на ю тубе в отношении путина все кто выступал до перерыва я понимаю их чувства я понимаю их эмоции и наверно мои эмоции очень близки к тому что сказал грузинский журналист вот но мне кажется что культура все-таки должна смотри а ведь лучше стоять да ведь русский язык да довольно богатый язык да и а те же слова которые он сказал можно было наверно наверно а подобрать другие два ему принял звонок и потом мы вас слушаем говорить добрый день добрый день да пожалуйста слушаю еще раз их вешать смысл и говорите громче повесили лидера ирака повесили смотри смотрите я понимаю о чем вы говорите а это уже я понимаю есть юриспруденция международная мы сейчас они а говорим об этом мы говорим о журналистах мы говорим об общественных людях да и тактично ли вообще то есть существует ли какая-то этика журналистка вот его журналисты грузинского убили родных людей во время этой войны убивал наших родных людей его красиво скраблять было не красиво не так мы уж не утверждаем хорошо это эпоха мы у вас спрашиваем я считаю я я вам скажу свое мнение я считаю что в отношении любви я понял спасибо каждого есть причины на то мы вас слушаем говорите добрый день называйте имя свое пожалуйста мы вас слушаем меня зовут рудик очень приятно и я и я считаю что если вы поднимали такие вопросы то сначала вспомните про себя вы в достаточно хорошем возрасте чтобы вспомнить а по что сталина смешивают грязью во время как когда он умер то вся страна вся я здесь сам был свидетель потому что я был еще ребенком тогда я удивлялся почему взрослые так плачут на взрыв на взрыв и что самое необычное было время что умер человек я не понимал тогда ну умер ну родственники плачут то есть вы имеете в виду что сейчас сталин ответить не может когда его взрыва 3 одно дело одно дело до рудик а когда человек называют диктатор одно дело когда человека называют там допустим политический проходимец к примеру на другое дело когда человека называют таким словом скотина да то есть или еще там громче сволочь то что я могу прямом эфире сейчас произнести они называют других слов хотя можно и другие слова понимаете в чем разница о чем я говорю я понимаю на дело в том что если только о мертвых то надо быть либо хорошее либо ничего правило которое ну если есть уже историческая личность которую можно уже оценить наверно третия есть во первых во первых это выражение да она всегда как бы его короче да а мертвых либо ничего либо правду либо правду да по-моему так оно звучит а мертвых либо хорошо либо ничего кроме правды да спасибо понимаете то есть вот в этом плане это ничего кроме правды но алё вы наслушаете или отключились уже да поэтому мы говорим о том я понимаю почему вы приводите пример сталина но поймите правильно есть разные слова почему я и говорю о том мог ли этот грузинский журналист в отношении путина и его родных найти другие слова чтобы свои эмоции как-то показать понимаете он он показал просто свою культуру свое журналистское в кавычках образование я не думаю что их учили на журфаке этому скажите а мария захарова часто выступает корректно ее слова ее посты в отношении например разных европейских политиков и дипломатов даже они корректно и корректно как вам кажется если вы читаете более корректно чем то выступление это раз второе более корректно вы считаете секундочку пожалуйста помню нашего президента который спорит с северокорейским лидером обжимал каратышка и так далее подобное то есть слова которые в узлу старт президента не должны были бы звучать но они звучали а что произошло потом руку пожимали с уважаемым отношений друг другу на дату подобное политика это грязное дело к сожалению некоторые политики включая нашего президента позволяют себя так вести рассчитывая на то что им на это не ответят но этот человек не стеснялся он тоже обживал ну а журналистика тоже грязное дело как угодно ну смотри гена четвертая власть потому что культуры нет с обоих сторон она потерялась уже тогда когда исчезло слово интеллигент с этим можно согласиться спасибо 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 мы вас слушаем а я не вполне понимаю вы говорите ответ да это самое типа можно ли ответить а чем еще журналист может ответить президенту напавшему на его страну анечка ну смотрите дело в том что если вы помните выступление этого журналиста да то там стоял сплошной мат да причем такой мат будем так говорить забористы да такой очень это и при этом что я считаю неправильным ну я считаю так что это неправильно вспоминать родителей и при этом вспоминать их с этим же матом то есть я считаю что если ты хочешь конкретно человеку сказать ты можешь говорить человеку да и мне все таки кажется что русский язык настолько богатый интересный язык что те же слова можно тоже как бы найти немножко по-другому поэтому мне кажется что в отношении если говорить журналиста габуния да в том что он говорил в нем существовала определенная и обида и я это понять могу и вместе с тем существовала определенная он не смог себя как сказать вот сдержать это было сдержать вот как журналист понимаете существует журналистская профессиональная этика вот это очень важно то что я могу сказать допустим где-то в столовой где-то куря сигарету мне кажется в прямом эфире телевидение или это не совсем правильно а если не дай бог у него погибли в этом вот во время этого конфликта родственники дети я не знаю племянники братья сестры родители те же самые как он может я понимаю значит он не должен тогда эту тему подымать или он должен к этому как подготовиться но не было другого способа сказать прямо в лицо кто он есть я считаю что это больше больше эмоций и скандал который действительно привел как говорится минус замедленного действия да то есть на это отреагировали все и допустим если этот канал ростовые уставе по моему 2 может быть не так был как бы на слуху то после этого скандала конечно кстати обратите внимание как повел себя путин в отношении этих слов он достаточно был сдержан и а аккуратен и корректен но еще бы у него слава богу в распоряжении армии у него в распоряжении все знаете большими буквами у него в распоряжении все он мог бы сказать что угодно как угодно и кстати ему бы за это аплодировали ну ему всегда аплодируют спасибо спасибо мы возвращаем добрый день добрый день споры мне напоминают одну маленькую суточку когда ты хочешь узнать что делала твоя жена в твое отсутствие ты звонишь в соседнюю с тобой дверь и когда открывает женщина ты говоришь ах ты блять ах я а твоя и пошла вся правда матка то есть к чему это говорю потому что сейчас спорят в каких выражениях должно выражаться любое чувство да разумеется между простыми людьми спори горячки могут сказать все что угодно даже включая маму которая говорит своим детям плохие слова не желая этого вообще ни в коем случае осуществление этих слов но когда это общественный деятель какой-то типа президента журналисты и так далее или даже вас радиоведущих то принято в обществе соблюдать интеллигентность и находить слова поэтому их учат на журналистов они берут с улицы и присваивают звание вот и журналист и туда и потом если он настоящий журналист он должен уметь выбирать слова спасибо и выражать свои чувства правильно спасибо знаешь что я этих хотел бы сказать еще у нас звонок давай мы примем потом добрый день говорите это я да это вы только скажите как вас зовут пожалуйста очень приятно я хочу вам сказать что моя мама мне всегда говорила умей вежливо не теряя собственного достоинства словами похлестать по щекам это еще больнее понимаете если человек выбирает выражение так что он не оскорбляет себя это показывает его высокий стиль и это еще больнее слушать вы посмотрите послушайте вспомните как отчасти мин говорила о бабами если его не хватил инфаркта у него наверно просто железное сердце и в то же время никаких оскорблений понимаете вот это именно это показывает стиль очень очень его и воспитать и всю свою согласию спасибо за ваше мнение дома слушаем а вы наверно все согласны не согласны все в общем-то цвета риторика которая как сказала аня существует с врагом во время войны то есть фашистской германии и так далее то есть действительно если состояние например стран состоянии военных действий как на сегодняшний день например на украине то как бы следовало этого ожидать или тоже произошло в грузии естественно но если вы помните вся эта риторика была обратную сторону фашистская хунта на украине не сходила она именно от политиков российских пропагандистов мы мы вот об этом и говорим понимаете когда россия начинает критиковать кого-то за то что оскорбили путина хочется вспомнить о том что их не пропагандисты такие как супруги скобеева и соловьев и шейнин то есть есть определенная группа людей оскорбляют лидеров украины грузии других лидеров стран да точно так же но об этом почему-то россия и их как говорится представитель захарова да такой голос россии или песков они об этом почему-то не говорят вот только когда обидели их него лидера о их взяли вот это вот обида как это можно так сделать хотя я считаю что грузинский журналист поступил не очень правильно и вот наша значит слушательница радио слушать и татьяна в принципе сформулировала очень правильно для меня очень корректно корректно да спасибо говорите я хотел вам сказать что чудесно образованный человек и всероссийский рупор господин жириновский которые упоминали до войны в заливе обозвал на президента буша сраным ковбоем не так давно во время воин двадцатого века лидеры государств не скупились на эпитеты друг другу совсем недавно трамп и ким чан нын тоже обменялись очень нелестными оскорбительными эпитетами если рассматривать поступок габунии не как его внезапный порыв а как элемент пропагандистской войны не оправданный прием к сожалению приняты уже в наше время этого оправдан или неоправданная мы же пощадим меня слышали не оправдан оправдан в наше время к сожалению сказал я и если бы из-за литвы и польши и молдавии не первые лица кто-нибудь такого допущенная к престолу такие как жириновский россии например назвали несколько раз путина точно так же это привело к усилению международной изоляции этого господина поверьте мне это вполне оправданный прием как прием пропагандистской войны но никак не как личный порыв конечно сержанного журналист спасибо спасибо мы вас слушаем говорите здравствуйте скажите вы не считаете путина публичной фигурой путин публичная фигура конечно публичная почему нет значит его можно критиковать можно мировой критики я могу о нем выражаться как я хочу и высказывать мое мнение об этом человеке согласен я с ним или не согласен я имею это вы имеете право его критиковать критиковать абсолютно имеете право вопрос в том как вы и какие вы используете слова слова мы мы общаемся между друг другом но мы же используем специфические слова правильно дипломатия есть определенная вы не считаете что все повешены на такой деле политическая как это сказать политическая вежливость политкорректность да политкорректность ну смотрите если вы как зовут роберт вот если вы журналист центрального канала вообще любого канала и вы говорите о каком-то политическом лидере только пожалуйста коротко ответить потому что у нас очень много звонков вы можете говорить а какие-то оскорбительные слова в адрес допустим нелюбимого вами путина какие-то грубые выражения я имею это право потому что если меня какой-то народ смотрит то они воспринимают мою политическое мнение также как вы слушаете слове вы может быть и с ним не согласны но есть люди кто с ним согласны и я высказываю ихнюю точку зрения на том рынке который эти люди не могут высказать потому что они не имеют такого политического ну скажем так а публичной личности спасибо спасибо мы вас слушаем а я просто хотела еще добавить а вы говорили о демиро говорил о трампе он не только трампа унизил он больше унизил себя но и но тут он себя показал как вы знаете дурно пахнущий хам ну о чем я говорил что он великолепный актер но видимо воспитание ему не хватает и просто недоумок и просто очень понимаете низко организованное существо спасибо 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 значит смотри давай эдик я скажу такие еще вещи что последнее время журналистика в мире вообще она конечно уровень ее опустился мне кажется особенно российская журналистика здесь вообще без без каких-либо комментариев потому что то как они говорят на каком языке говорят как они обсуждают поле любых политиков не принадлежащих российской элите это как низко низко это вся вся беседа происходит здесь абсолютно не удивительно но путин святой для них поэтому здесь разговора они они здесь при том что ельцина мертвого они могут поносить последними словами мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый день вы знаете одна из радиослушанных обозвала путина вором это конечно слухи о том что у него есть миллиарды за границами а конкретно ни одно государство не предъявило минимуме счетов нет ни решения суда хорошо скажите давайте мы корок время где-то что-то сказал она подхватила и тут же говорит путин вор причем без стыда и совести спасибо это ее оценочное мнение да мы вас слушаем говорите пожалуйста нету значит слово вор да это во первых ее оценочное мнение да во вторых я не вижу в слове вор а какого-то оскорбления понимаете то есть я могу тоже сказать примеру обаму да что он вор это мое оценочное мнение и если меня спросить почему я могу это как-то обосновать он украл в америке будущее вот понимаете вот он украл америке будущее поэтому он вор поэтому я не считаю оскорбление является мы сами знаем с вами какие слова в отношении политических лидеров значит нет нет я хотел просто за мы будем скоро уже завершать и я бы хотел бы сказать еще пару слов что упал уровень опять же журналистской этики международной этики дипломатической потому что только как выражается госпожа захарова это даже в уму непостижимо то у нее есть начальник у него есть начальник у которого любимое слово дебил он считает это слово корректным дипломатичным поэтому естественно и ей позволительно говорить какие-то вещи она а самое главное что я хотел бы сказать в конце что никому не позволительно оскорблять друг друга надо находить слова и что в любом языке английском русском грузинском есть слово которое можно выразить свое мнение ну а свои пристрастия и своя как говорится чувство надо стараться держать при себе какие бы ни были бы события вокруг тебя то что касается грузинского журналиста я его понимаю я его понимаю то есть то что произошло ну война с грузией и так далее это конечно обидно спасибо всем всего самого наилучшего берегите себя и послушайте муслимам агамайю всю агамайю всю